добрый день уважаемые слушатели тема практического занятия тип круглые черви общая характеристика важнейшие аромархозы филогенез круглых червей класс собственно круглые черви медицинское значение круглых червей тип кольчатый червь тип круглые черви объединяет животных имеющие круглые в поперечном сечении тел часто она нитевидно вытянутая в настоящее время известно около 100 тысяч видов круглых червей обитающих на дне морей в пресных водоземах почве а также ведущих паразитический образ жизни тип делится на несколько классов наиболее многочисленный среди них класс нематоды тело круглых червей имеет в основном веретиновидную форму заостренным передним и задним концом их кожно-мускульный мешок образован плотной кутикулы эпители и четырьмя продольными лентами мышц поперечное сечение вам сейчас представлено на данном слайде тело еще раз повторимо не сегментированное веретенообразное имеется гипотерма кутикула и мышечная ткань также имеется первичный полос который состоит из гидроскелета и конечно же здесь происходят обменные процессы обратите внимание так как есть продольные мышцы то аскорида передвигается вот данным вид передвижения круглых червей продолжаем наше практическое занятие полость тела первично пластные животные внутри кожно-мускульного мешка развивается первичная полость тела межклеточная жидкость замещает паренхин внутренние органы находятся в этой первичной полости тела далее мы рассмотрим с вами пищеварительную систему пищеварительная система состоит из трех отделов передний средний и задний отделы кишечника передний отдел и задний кишка имеют эктодермальное происхождение а средний отдел энтодермального происхождения появляется анальное отверстие и пища начинает двигаться в одном направлении далее размножение размножение данных организмов преимущественно данные организмы раздельно полы развитие у них прямое нервная система состоит из около около глоточного нервного кольца окружающего глотку и отходящие вперед и назад шесть нервных стволов из которых спиной и брюшной развиты наиболее сильно органы чувств развиты слабо итак повторим есть около глоточное кольцо и есть две пары нервных стволов спиной и брюшной выделительная система протонифредиального типа у некоторых представителей имеется видоизмененные гиподермальные кожные железы их называют еще шейные железы рассмотрим с вами филогенею или филогенез появление круглых червей сопровождалось следующими ароморфозами первое образовалась первичная полость схизоцепь которая сформировалась спустем замещение паренфины жидкостью жидкость находится под большим давлением и является гидроскелетом выполняя опорную функцию участвует в обмене веществ внутри организма транспортируя различные вещества второе появилась задняя кишка и задний проход на отверстие что позволило сделать процесс пищеварения поэтапно третье произошла дальнейшая концентрация нервных клеток образуя 6 нервных стволов и формируется окологлоточное нервное кольцо и четвертое произошло разделение полов что обеспечило комбинативную изменчивость и генетическое разнообразие потомков строение и жизнедеятельность нематод класс нематоды итак классификация круглых червей основной класс нематоды или собственно круглые черви к нему относятся ряд паразитов человека аскорида человеческая острица трихинелла волосоглав пищеварительная система у данных представителей начинается на переднем конце тела ротовым отверстие которое окружено губами состоит из трех отделов переднего, среднего и заднего передний отдел обычно разделяется на ротовую полость, глотку и пищевую пищеварение происходит в средней кишке в средней части кишки задняя кишка заканчивается анальным отверстием органы дыхания отсутствуют у свободно живущих и паразитов растений газообмен происходит через покровы тела у паразитов животных дыхание анаэробное кровеносная система отсутствует транспортную функцию выполняет полостная жидкость выделительная система выделительная система выделительная система своеобразная имеется шейная железа представлена одной или двумя секреторными клетками расположенными снизу передней части тела от них отходят один или два канала проходящие в боковых валиках гиподер сзади они слепо замкнут и спереди соединяются водный проток открывающийся выделительной порой на стенках выделительных каналов в передней части тела находятся четыре крупных кацитарные клетки они захватывают и накапливают цитоплазме остаточные продукты обмена нервные системы нервные состоит из окологлоточного нервного кольца окружающего глотку и пищевод и отходящих вперед и назад шесть нервных стволов из них спиной брюшной наиболее развита такая нервная система ортогон или ортогонального типа лестничного типа нервная система образована небольшим числом нервных клеток что свидетельствует о ее преемственности органы чувств развиты слабо имеются органы осязания и органы химического чувства органы размножения имеют трубчатое строение мужские половые органы имеют форму непарной трубки тонкая часть который является семянником средней части микробов наиболее толстый отдел извергательных каналов открывающихся в конечном отделке кишечника называется клоака у самки парные яичники продолжаются в яйцеводы которые расширяясь переходят в две матки открывающиеся в непарное макалище заканчивающиеся половым отверстием на брюшной стороне тел оплодотворение яиц происходит в матке что еще хочется вам сказать по поводу данных представителей сказать хочется следующее форма тела еще раз повторим цельное не сегментированное веретеновидное или нитевидное в поперечном сечении снаружи покрыто кутикула обычно достигает большой толщины и прочности во время роста червей она периодически сбрасывается затем возобновляется под кутикулой находится гиподерма которая представляет собой продукт слияния клеток под гиподермой расположены продольные мышцы разделенные валиком гиподермы на 4 ленты при сокращении спинные брюшные ленты действуют как антагонисты и тело червя может изгибаться спинно-брюшном направлении внутрикожно-мускульного мешка имеется первичная полость она не имеет собственной мезодермальной выстилки и в ней находятся внутренние органы тела еще раз повторим полость заполнена жидкостью которая находится под давлением и играет роль гидроскелета а теперь рассмотрим представителей данного класса аскорида человеческая к нематодам относится аскорида человеческая которая паразитирует в тонком кишечнике это крупный гельмин самки достигают до 40 сантиметров самцы до 25 до 25 27 у самок задний конец прямой у самцов заострен и загнут на брюшную сторону самка аскорида откладывает более 200 тысяч яиц в сутки яйца аскорида нужно попасть внимание яйцам аскорида нужно попасть во внешнюю среду для развития личинок внутри яйца необходим кислород определенная влажность достаточно высокая температура яйца покрыты несколькими защитными оболочками способны сохранять жизнеспособность до 10 лет при благоприятных условиях в течении 15-20 суток в яйце формируется личинка такое яйцо называется инвизионным заражение людей происходит при употреблении овощей и фруктов загрязненных яйцами аскорида развитие аскорида происходит без смены хозяев в тонком кишечнике личинки освобождаются от оболочки пробивают упругим телом слизистую кишечника и попадают в кровь в стоком крови они попадают в сердце и оттуда в легкие в альвеолах легких они некоторое время находятся в среде богатой кислородом из легочной ткани они проникают в бронхи из них они проникают в трахею а затем в глотку и вторично проглатываются миграция миграция личинок продолжается 9-12 суток за это время личинки растут несколько раз линяя попав вторично в кишечник личинки в течение трех месяцев растут и превращаются в половозрелых особей продолжительность жизни аскорид около одного года аскорида опасный паразит человека она отравляет организм человека ядовитыми продуктами своего метаболизма и проникая в различные органы и полости механически повреждают их большое количество может вызвать закупорку кишечника вы сейчас видите на слайде аскоридус аскорида человеческая далее мы с вами мы рассмотрим паразитические виды нематуды это человеческую острицу острица человеческая интербиус вермикуляис круглым червям относят также человеческую острицу паразитирующую в нижних отделах тонкого и толстого кишечника взрослые черви имеют небольшие размеры самки до 12 миллиметров самцы до 5 миллиметров самки откладывают яйца на кожу около анального отверстия вызывая зуд оказавшись под ногтями яйца легко могут попасть в рот ребенка инвазионными они становятся уже через 4-6 часов в тонком кишечнике из них выходят личинки которые мигрируют в нижние отделы толстого кишечника вернее даже в начальное отделы толстого кишечника и через 2 недели достигают половой зрелости если мы с вами поговорим о паразитах растения они тоже есть и присутствуют среди животного мира среди паразитов растения наиболее известны свекловичная луковая парфт картофельная пшеничная и другие нематоды чем они опасны они угнетают рост снижают урожайность сельскохозяйственных культур а в случае их сильного поражения вызывают и гибель растений давайте посмотрим с вами видеофиль эти шустрые малютки свободно живущие круглые черви в одной горсти влажной земли их может быть несколько миллионов но существуют и круглые черви паразиты например ришта этот червь обитает в странах с теплым климом заражение происходит через загрязненную воду живет ришта под кожей человека извлечь его можно потихоньку наматывая на палочку наиболее распространенные круглые паразитические черви аскарины часто ими заражаются дети и заболевание это не только неприятно но и опасно в чем вы сейчас убедитесь у аскариды очень сложный цикл развития если с пищей яйца аскарида попадают в кишечник человека они начинают развиваться самостоятельные особи как же это происходит и и и и и м в выйти из яйца личинки проникают через стенку кишечника в кровеносные сосуды истоком крови проходят во внутренние органы. Попав в легкие, личинки разрывают капилляры и выходят в бронхи, вызывая при этом даже воспаление легких. Из бронхов по трахею личинки попадают в рот и со слюной возвращаются в кишечник. Только теперь они способны разбиваться во взрослую особь. Аскориды не просто живут за чужой щек. Они пропаривают внутренние органы человека, печь, кишечник, выделяют ядовитые вещества, которые отрицательно влияют на организм. Перед вами фотография 10-летней девушки. Эти разводы на ее теле – следствие сильнейшего токсикоза, вызванного аскоридами. Продолжаем дальше практическое занятие. Теперь мы должны с вами рассмотреть представителей паразитических мематодов, о которых было сказано выше. Этириш – это опасный паразит человека, образующий подхожные нарыли, достигая длину до 1 метра. Личинка должна попасть в воду, где проникают в промежуточного хозяина циклопа. Заражение человека происходит при питье сырой воды, содержащей зараженных циклопов. Нитчатка банкрафта вызывает у человека слоновую болезнь, паразитируя в лимфатических сосудах, закупоривая их, а не препятствует оттоку лимфы. Вопросы для самопроверки. Обратите внимание, уважаемые слушатели, на данные вопросы. Попрошу вас на них ответить и проработать полученный вами сейчас материал. А мы продолжаем дальше практическое занятие. Здесь вам представлены уже типовые вопросы, которые могут вам встретиться. К какому типу животных относят аскориды? Прошу вас ответить. Правильный ответ номер 2. Пояснение. Аскорида – это круглый червь, образуясь существенными признаками, обладая существенными признаками круглых червей. Круглое в поперечном сечении тела, наличие рта и заднепроходного отверстия, полости тела с полостной жидкостью. Какие еще могут встречаться вам типовые вопросы? Установите соответствие между группами животных и характерными для них признаками. Установите соответствие. Вам могут быть представлены плоские черви и круглые черви. Попрошу вас ответить. Правильные ответы. Первый, второй. Вы видите сейчас все на вашем слайде. Какие еще типовые вопросы могут быть? Найдите ошибки в проведенном тексте. Ошибки. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки. Исправьте их. Здесь будьте внимательны. Именно ошибки, а не подтверждение признаков данных видов. Прошу вас ответить. И правильные ответы будут. Работаем дальше. Тело не разделено на членники У. Внимание! Не разделено. Насекомых, ракообразных, круглых червей, кольчатых червей. И, конечно же, верный ответ будет под номером 3. У круглых червей, в отличие от плоских, полость тела заполнена. Прошу вас ответить на данный вопрос. Правильный ответ номер 3. И, конечно же, пояснение данного круглых червей. В отличие от плоских, полость тела заполнена жидкостью. У плоских полости тела нет. Между органами рыхлой паренцины. И мы с вами теперь переходим на тип кольчатые черви. Тип кольчатые черви объединяет около 12 тысяч видов длиной до 3 метров характерных представителей данного типа. Это, конечно же, дождевой червь. Этот оригинальный букет – пучок морских червей-полихет. Класс многощетинковый. К ним относятся роющие пескожилы, подвижные нереиды и веерные черви. Тела веерных червей заключены в известковой трубочке, что немного напоминает кораллы. А щупальца похожи на лепестки цветов и приспособлены для захвата пищи. При малейшей опасности черви сжимаются и прячут в трубочку свою голову. Но как только опасность минует, снова распускаются и поджидают добычу. А это личинки тех самых червей, которых вы видели. Просто поразительные, фантастические формы. Кто бы мог подумать, что существуют такие организмы. Тем более, что они имеют отношение к червям. Сейчас мы с вами просмотрели тип кольчатых червей. Это одни из представителей данных организмов. Характеристика типа кольчатых червей. Тип кольчатых червей включает около приблизительно 9 тысяч видов ныне живущих животных. Это первичные роты, двусторонние симметричные черви, имеющие вторичную полосу. Распространены в соленых и пресных водах, встречаются в почве, делятся на три класса. Многощетинковые, класс малощетинковые и класс пиявки. Чем они характеризуются? Однослойные эпидермис слоев кольцевых и продольных мышц образуют кожному узкую мешок. У некоторых появляются конечности параподии. Полосные появляются вторичные полости тела, целом, то есть в котором находятся внутренние органы. Данная полость заполнена жидкостью и она образует гидроскелет, который осуществляет транспорт и имеет мезодермальную выстилку. Итак, тело кольчатых червей покрыто тонкой кутиколой, под которой расположены однослойные эпидермисы, а также кольцевые и продольные мышцы, образующие кожно-мускульный мешок. Полость тела у кольчатцов вторичная или целом. Итак, вы видите, многощетинковые, обратите внимание, малощетинковые и пиявки. Что же мы должны здесь рассмотреть с вами? Пищеварительная система, нам представлено, что они имеют. Пищеварительная система сквозная, рот, глотка, пищевод, зоб, желудок, кишечник, анальное отверстие. Кровеносная система. У кольчатцов впервые появляется кровеносная система, внимание, которая образована крупными спинным и брюшным сосудами, соединенными кольцевыми перемычками, выполняющими функцию сердца. Нервная система. Имеется окологлоточное кольцо с надглоточным и подглоточными ганглями и брюшная нервной цепочкой из опарно-созближенных нервных узлов. То есть образуются нервы, как вы понимаете на данный момент. Далее, нервная система, еще раз с вами повторяем, нервная система кольчатых червей состоит из парного надглоточного нервного гангля и брюшной нервной цепочки, образованной парными ганглями в каждом сегменте тела. В каждом сегменте тела. Арморфозы, которые произошли у кольчатых червей. В целом вторичная полость тела имеется, расчленение тела на сегменты, прогрессированным развитием нервной системы, увеличением мозгового гангля, появление кровеносных дыхательных систем, существенно повысивших интенсивность обмена веществ. Дыхание у кольчатцов осуществляется всей поверхностью тела. Усложнение пищеварительной системы, возникновение конечностей параподий, образование многоклеточной выделительной системы. Малощетинковые черви, вы их сейчас видите на экране. На каждом сегменте, чем они характерны, то есть мы сейчас с вами видим класс малощетинковые черви, объединяет пресноводных, почвенных и изредка встречающихся в морях кольчатых червей. Кто они? Они, конечно же, гемафродиты, участвуют в процессах почвообразования и являются звеном в пищевых цепях водоема. Представители данного класса дождевой червь и трубочник, например. Итак, малощетинковые черви в основном обитают в почве, но есть и пресноводный фор. Еще раз повторю, типичный представитель дождевой червь имеет вытянутое телегическое тело. Мы видим с вами на разрезе данных представителей, да, и еще раз можем с вами повторить, то, что дыхание кольчицов происходит всей поверхностью тела. Впервые появляется кровеносная система, да, у малощетинковых она есть. Выделение у них осуществляется при помощи расположенных в каждом сегменте, внимание, в каждом сегменте парных метанифридеев. Продолжаем дальше. Здесь вам представлены пищеварительные системы малощетинковых червя. Рот, глотка, пищевод, желудок, кровеносные сосуды. Вы все это прекрасно видите. Продолжаем дальше. Кровеносная система данных представителей замкнутая. В движении крови обуславливается пульсацией крупных сосудов, главным образом опоясывающих пищевод. Важно запомнить, что по спинному сосуду кровь движется от заднего конца тела к переднему, а по брюшному сосуду в обратном направлении. Оба сосуда посегментно соединены кольцевыми сосудами, охватывающими кишечник. Из них выделяются свои толщиной сосуды, окружающие пищевод, называемые, так называемые, сердцами. Имеется, конечно же, нервная система у данных представителей, подглоточный нервный узел, надглоточный нервный узел и брюшная нервная почка, которая инервирует все тело. Здесь представлены вам метанифридии. Это выделительная система, которая расположена, внимание, еще раз повторю, в каждом сегменте. Здесь вам тоже представлена выделительная система с метанифридией. Разножение. Дождевые черви гермафродиты, оплодотворение перекрестные, черви прикладываются друг к другу брюшными сторонами и обмениваются семенной жидкостью. После этого черви расходятся и в передней тети тела имеется поясок, который образует слизистую муфточку и в нее откладываются яйца. Здесь вам представлен взаимообмен сперматозоидами и откладка яиц в поясок. Далее класс многощетинковые черви. В основном представлен морскими свободно живущими животными, обитающими на дне или в толще воды. Это раздельный полый организм, имеет хорошо обособленный головной отдел с относительно высокоорганизованными органами чувств. Представители ниреиды, пескожил, морская ныж. Что они имеют в своем арсенале данные представители? На сегменте находится рот с глоткой, которая может выворачиваться наружу, часто имеют хитиновые челюсти. На членниках туловища имеются двуэтистые параподи, вооруженные щетинками и часто имеющие жаберные выросты. Это их особенности. Здесь вы видите представителей класса многощетинковых. Роль кольчатых червей в природе и в жизни человека. Кольчатцы играют важную роль в почвенных и водных биоцинозах, поскольку среди них есть как хищные и паразитические формы, так и участвующие в процессах почвообразования. Они являются неопъемлемым звеном в цепях питания. Их употребляют в пищу человек и многие животные. Некоторые кольчатые черви применяются в медицине. Это, например, пиявки. Итак, пиявки. Брюшная сторона плоская, спинная выпуклая, имеют две присоски на переднем и заднем концах тела. Могут как бы шагать в кавычках или плыть, волнообразно сгибая тело. Щетинок нет, сегментах немного. Внешняя кольчатость не соответствует истинной сегментации. Каждому истинному сегменту соответствует 3-5 наружных колец. Большая ложноконская пиявка хищник, питающийся различными водными животными. Для человека не опасно, но может пропустить кожу. Также, конечно, имеются медицинские пиявки. Отличаются от ложноконской продольным оранжевыми полосками. В голодке три валика с зазубренными хитиновыми краями. Средина содержит обезболивающие вещества и герудин, который предотвращает свертывание крона. Внешний вид пиявок. Рыбья пиявка, большая ложноконская пиявка, улитковая пиявка, медицинская пиявка, двуглазая пиявка вам представлена и представлены зубы пиявок, челюсть и зубчики. И, конечно же, практическое занятие мы должны проработать в пройденный материал. Найдите ошибки в приведенном тексте, укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Прошу вас ответить на данный вопрос. Ответ. Продолжаем дальше. Установите соответствие между признаком и типом червей, для которого он характерен. Вам представлены плоские черви и кольчатые черви. правильный ответ. Дальше продолжаем. Выберите верную характеристику без позвоночного животного. И ответ. установите соответствие между признаками и типами червей каждой позиции. В данной первой столбце подберите соответствующую позицию второго столбца. То есть вам данные типа червей кольчатые черви и круглые черви. и данный ответ. Прошу вас ответить. У кольчатых червей в отличие от круглых есть. У кольчатых есть, а у круглых отсутствуют. правильный ответ номер 4. И пояснение вам дамо. Двусторонняя сметрия тела нервной системы есть у всех червей. Сквозной кишечник впервые появляется у круглых червей, а вот кровеносная система впервые появляется у кольчатых червей. Продолжаем дальше. Наше сегодняшнее занятие подошло к логическому завершению. Ну, говоря в общем о круглых червях, конечно, хочется сказать значительное число видов круглых червей обитает на дне водоемов и в почве. Они принимают участие в процессах биологической очистки вод и почвообразования. Поскольку перерабатывают органические остатки и могут питаться почвенными бактериями и грибами. Среди круглых червей имеется большая группа паразитов человека, животных и растений. Я благодарю вас за внимание и жду на следующих занятиях. До новых грибами